вот так вот нас встретила 26 мая смотрите какая красота сегодня обещали дождь но все ясно облаков особо на небе нет хотя нет обмана вы видите облака налетели закрыли солнце такс ну вкратце да про эмоции про гостиницу это еще не все эмоции у нас через час где-то может мы пойдем на завтрак это тоже очень интересно посмотреть чем кормят эти звездочные гостиницы во время войны вот как вы можете наблюдать на горизонте тфу 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 нет ни подводных лодок не военных кораблей все спокойно по номеру отличные матрасы отличная постель отличные подушки сантехника тоже вся блестит ни одного даже развода на хроме нет все четко климат-контроль есть возле кровати но вот климат-контроль очень удобная штука вы поставили температуру ничего не шумит не гудит но есть небольшой нюанс я вам сейчас его покажу вот видите уже есть прикол в пятизвездочной гостинице я вообще не могу этого понять как можно такое сделать возле кровати вот подушка вот люди здесь спят и здесь климат-контроль который горит так что прям в выжге глаз посмотрите это ночью он так горит возле кровати как можно спать в такой вот обстановке когда у вас на стене вот такое огромное пятно светится как будто это день зато у вас что знаете blackout мы пытались выключить она не выключается эта история то есть ты можно выключить но она будет красным гореть но эти цифры будут показывать все равно белым просто смех сейчас придется чем-то это занавешивать вот посмотрите как эта комбинация выглядит утром об вот даже вот эти два диода они светят ночью так что можно ослепнуть в номере есть принципе все что вот вам нужно и я обращаю внимание на тапки это очень важно потому что многие гостиницы делают такие тапочки вы знаете что у них там идет листик где подошва и и все а здесь вот можно обратить внимание на то что действительно есть даже к эта конструкция которая даже больше одного миллиметра внизу и короче более-менее даже добротные тапки вот есть такие шапочки для спа есть такая губка даже для обуви набор для шитья вчера в ванной я вам показывал что есть еще такая то что рукавичка для обуви вообще такое впервые вижу утюг видите есть доска и все все немецкая браун да если мы берем утюг если мы берем чайник то это бошь если мы берем сантехнику то это гро в принципе все она действительно достаточно такое добротное мини-бар вот такой он забит под завязку даже вытащили несколько бутылок для того чтобы положить свои вот такая здесь история есть видите но за мини-бар за все это нужно доплачивать кроме чая и кофе ну мы здесь по-моему до 12 часов усиление в 12 скоро пойдем на завтрак ну а перед этим давайте вспомним что же было еще вчера такое хорошая красавчик сегодня день к сожалению не очень теплый достаточно прохладно поднялись на последний этаж там есть infinity пул красивый но там прям так дует я не знаю как люди там лежат сауну специально для нас включили и вот она парит и она хорошо парит очень хорошо разогрето есть один нюанс пустое джакузи ведро без воды здесь воды нет она и не работает но и душ тоже здесь без воды и такая купель тоже без воды то есть куда бежать мне пришлось бежать в бассейн сейчас я на виду что со светом непонятно сауна вот она здесь находится за стеклом и ты видишь этот бассейн и ты ты хочешь к нему пробежать но но нет хотя надо выскочить из сауны побежать вам получается через по коридору пробежать через пол гостиницы потом выбежать там и только прыгнуть в бассейн ну и как-то ты уже весь охлажденный прыгаешь него я прыгнул у меня так голова закружилась перепады температуры бассейн очень холодный ну там и мусору больше всего нравится сидеть и наблюдать за дельфинами это реально кайфово здесь можно вот так вот посидеть посмотреть никто тебе ничего скажет в тишине с дельфинами о чем-то своем подумать вот это конечно большой плюс сейчас никого нет можно самому посидеть вот мы сейчас поднимаемся в ресторан на завтрак и посмотрим что же там будут давать в пятизвездочной гостинице военное время я пошел в ресторан в халате и мне сделали замечание в халате нельзя соответственно иду переодеваться еще раз думал стоит не стоит почему бы нет если живешь на пятом этаже шестом короче как быдло пошел в калате пойду переодеваться но все я в штанах как сказал бы шариков и полиграф полиграфич так что же у нас здесь дают смотрите можно было в номер заказать вылоки снеданок на ему яичня креветки помидоры с моцареллой зеленые листья багет с вершковым маслом континентальный снеданок яичня уката но сейчас не знаю что такое уката яичня шинка сир слабосолоный лосось сладо за вещей багет с вершковым маслом джем англійський снеданок уката яичня лиденские сосиски бекон хвасоли в томатном соусе помидоры черри печарицы багет с вершковым маслом украинского читаю яйца бенедикт в круассан с голландским соусом на лыбер с беконом и слабосолонным лососом лососом с прошутто где ударение стоит на лососе сырник из медом сметану и вся на кашу с ягодами вот эспрессо капочино лат сок можно свежевыжатый заказать гриппфуд моркова и вот по-английски тоже есть ну сейчас будем думать но мы как самое жадное выбираем конечно же вылыбки снедана кнемо посмотрите сколько он весит больше чем пол кило 600 грамм эти в резкие корни во всех одесситов тут же бы взыграли я уверен но и там еще и креветки присутствуют сейчас посмотрим латы и апельсиновый сок свежевыжатый все происходит вот в таком вот ресторане сейчас мы зашли в закрытый ресторан я так думаю что вот он двухэтажный и там еще на улице есть столики с красивым видом ведь есть еще второй этаж и там уже красивее чем на первом этаже именно так и выглядит тот самый большой завтрак на яма который был первый в списке потому принесли как вы видите здесь даже есть кривитули и люблю ему репродукты не в нем ковыряться но видимо придется я думаю что они будут разделаны хотя это как со всеми наглею что были разделы вот так вот как сказал бы александр невский атака 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 вот так вот вот мы вернулись завтрака время check out наема 12 часов дня что что хорошо а у некоторых гостиницах в 11 здесь 12 хотя заезд здесь официально вот когда мы спрашивали по поводу этой гостиницы нам сказали что заезд в три часа но это конечно было очень как-то неудобно потому что хочется же как-то и позагорать успеть да и поплавать бассейне если тепло а по сути получается в три часа это уже поздновато пока заселились пока туда-сюда и уже вечер наступает поэтому нам сделали одолжение с честь моего дня рождения 12 часов заселили его 12 часов по правилам мы должны уже будем отсюда выселяться что по эмоциям место действительно неплохое вот завтраки мы сейчас вернулись завтрака надо нужно было подписать счет завтрак стоил на двоих полторы тысячи гривен а напоминаю номер стоит 3500 гривен то есть ну не половина да ну большая такая часть цены за номер вышла как бы за завтрак он бесплатный я сомневаюсь что с нас будут брать эти деньги когда мы будем выселяться ну а в общем и целом по завтраку он неплохой но может сейчас времена такие мы были когда на моем день рождения когда был ковид и нельзя было никуда уехать тоже были вилла ли премьер в одессе тоже пятизвездочная гостиница так там завтрак прям был царский целый стол забили едой и у нас была своя терраса тоже за эти же самые деньги очень хорошее обслуживание вилла ли премьер здесь видите скромненько просто выбираешь какое-то блюдо и все но цена на блюдо не скромненько как бы по 750 гривен за за яичницу с креветками и за кофе с соком вроде дороговато так вообще неплохо за 100 долларов но я вам уже говорил что да я был на бали я вообще часто раньше ездил путешествовал в гуа допустим можно снять классный домик классные апартаменты в аромболе за 200 долларов в месяц вы будете жить балдеть мы снимали за там типа 300 долларов в месяц просто обалденную квартиру самом центре аромболе на бали вы можете снять допустим я не знаю виллу какую-то в те же самые 300 400 долларов неплохую особенно сейчас сравнивать конечно азию с одессой может быть и неправильно но с другой стороны с другой стороны как-то даже не знаю за что давать 300 долларов летом если опять же есть альтернатива турции можете сесть за 500 долларов и с самолетом с перелетом полететь в турцию примерно такую же гостиницу с таким же дизайном вас еще будут кормить на убой ну кому что не допустим это не очень нравится ну и и смысл мой природа в турции ничем не хуже чем у нас но опять же видите нам и дает вам просто вид на море на порт а в турции у вас в кемере да вы можете получить и вид на горы вот в алании вы можете получить там вид на маяк еще на что-то красивенько но здесь вот так вот ну одесса такая одесса видимо есть спрос есть соответственное предложение снял бы я за 300 долларов летом такой номер конечно же нет это дело для приезжих а может быть это дело для не выездных я вот мне очень сложно понять почему люди снимают номера в затоке за колоссальные деньги в одессе может быть их не выпускают может не все в розыске ну не могут же люди быть ограниченными такими за 100 долларов ну да во время войны когда нельзя никуда выехать чисто ради эмоций тоже бы снял ну а так зачем в одессе хорошо и в палатке на песке скажу вам честно обалденно но сейчас видите все заминировано поэтому палатки на песке не переночуешь а так переплачивать как-то для меня это немножко странновато но хотя не все люди я поэтому существуют такие гостиницы ну и самое главное о чем не забыл сказать это то что сюда да можно приехать обязательно поселиться и не ради этого вида не ради бассейна внизу и наверху на крыше не ради завтрака с креветками а ради дельфинов которые здесь обитают честно я никогда раньше не не видел их живьем особо не задумывался о том какие они как они себя ведут но а тут мы с сыном сидели молча и наблюдали за дельфинами где-то минут десять и ничего не говорили я честно говоря удивился тому как эти создания похоже на тех же самых собак они приветливые они игривые они видят тебя но это не просто какая-то там рыба животное ликопитающие это существо которое с интеллектом которое видит тебя который выпрыгивает из воды который хочет с тобой поиграть который смотрит на тебя на тебя вот такими приветливыми глазами это круто мой сын вообще не хотел уходить он сказал что можно на них смотреть бесконечно этих дельфинов ну только ради них и вот вы знаете в сухом остатке сухом остатке это именно общение с дельфинами это именно ощущение от того как ты гладишь а того как они тебя смотрят пищат и как играются вот вроде и все что я хотел вам рассказать спасибо вам большое за то что были со мной за то что были с одессой это был такой нестандартный выпуск посвящен гостинице такому своеобразному эксперименту во время войны надеюсь все будет также гладко и спокойно как и сейчас в одессе ну и мы вернемся к обычным выпуском сухим пресным про состояние дел в одессе до новых встреч подписывайтесь